Здравствуйте! Давно пора. Власти наконец обратили внимание на интернет-рынок. Сделали вывод, что он серый и решили посылки из зарубежа обложить налогами. Речь не о всей корреспонденции, естественно, а о той, которая поступает от зарубежных онлайн-магазинов. Министерство финансов предложило снизить беспошлиный порог покупок с 1000 до 150 евро. Как вы оцениваете эту инициативу? Я, кстати, представлю наших гостей, пока это только один, Виталий Жигулин, исполнительный директор Ассоциации компании интернет-торговли. Здравствуйте! Добрый день! Ну и последняя оценка последним инициативам властей России. Спасибо большое! Ну, в первую очередь, я бы хотел сказать, что наша Ассоциация очень рада и приветствует тот факт, что впервые со столь высокой трибуны прозвучала необходимость построения цивилизованной интернет-торговли, упорядочивания интернет-торговли. Напомню, что 12 декабря в послании президента Федеральному собранию в День Конституции был сделан такой подарок, да, и Владимир Путин обозначил такую необходимость и соответствующее поручение готовиться для правительства. Это давно назревший шаг. Рынок интернет-торговли проходит свой естественный виток развития. Как и сам интернет, собственно. Как и сам интернет, да. Объемы уже такие, что государство видит их, да, понимает, что рынок созрел для того, чтобы обратить на него внимание. И наши члены, члены ассоциации компании интернет-торговли, представляя белых игроков, игроков, которые платят налоги, таможенные пошлины, соблюдают российское законодательство, безусловно, приветствуют внимание государства к этому рынку, потому что, по нашим данным, сейчас 30 тысяч игроков существует, большая часть из них работает по другим правилам, да, точнее, они соблюдают таможенное налоговое законодательство, да, целый клубок различных нарушений. То есть оформляет покупки до 1000 евро, чтобы не платить пошлины, или как это вот в двух словах технически выглядит? Я бы разбил эту проблему, и то, что сказал Владимир Путин, это не относится исключительно к трансграничной торговле и снижению порога. Эту ситуацию надо рассматривать шире, да, это и налоговое законодательство, и таможенное законодательство здесь работают одновременно, должны работать одновременно, да, в этой индустрии. С одной стороны, порог в 1000 евро в месяц на человека самый высокий в Европе, и недобросовестные игроки пользуются этим, да, то есть они под видом физических лиц приобретают товар, фактически дьюти-фри такой работает, да, не платят ни таможенные пошлины, ни налоги, ничего, ввозят на территорию Российской Федерации, консолидируют этот товар и дальше перепродают в обход всех установленных правил и законодательства. А второй момент, да, серые игроки, которые нарушают законодательство части налогов, да, уплаты НДС и других отчислений во внебюджетные фонды, то есть они не платят зарплату в конверте, да, грубо говоря. То есть то, что там в других отраслях экономики более-менее наведен порядок, да, здесь расцветает полным цветом, да, то есть эта проблема комплексная, она не замыкается только на трансграничную торговлю, и я, насколько по нашим данным, насколько мы понимаем и участвуем в этой работе, проблема будет решаться также комплексно. Ну и поэтапно, поступательно. А, Виталий, какие вы, может быть, знаете меры конкретные, которые предлагаются по регулированию трансграничной торговли? Ну и, конечно, как это скажется на потребителях, которые не заинтересованы в том, чтобы в цену товара закладывалась еще и дополнительная пошлина? Меры в настоящее время проходят стадию разработки, несколько заинтересованных ведомств участвуют в этом, и пока трудно сказать, какой финальный будет документ, да, в соответствии с поручением президента правительству, то, что готовится не только снижение порога, да, но и вообще усиление контрольных функций с точки зрения посттаможенного контроля, налогового контроля за игроками рынка, по нашим данным это имеет место. Отвечаю на ваш второй вопрос, касательно потребителей. Наша ассоциация, она также сфокусирована на потребителях, для нас это очень важно, учесть интересы потребителя, и не только для нас, но и для государства. Поверьте мне, что государству также не все равно, как из этой ситуации, как будут представлены интересы потребителя при разрешении этой ситуации. Я могу сказать, что не по нашим данным, а по данным Высшей школы экономики, которая провела исследование по заказу ассоциации компании интернет-торговли, большинство россиян все-таки укладываются в сумму 100-200 евро в месяц на одного человека, на одно физическое лицо. Те люди, которые превышают порог в 1000 евро, их менее 3%. То есть большинство россиян даже не знают о том, что существовал порог. Я имею в виду тех покупателей, которые покупают товар, как физические люди, большинство для собственных нужд, а не для перепродажи. Соответственно, добросовестные потребители не должны пострадать, по нашим оценкам. И я думаю, что, как сказал господин Белоусов, здесь необходимо не 7 раз, а 15 раз... Примерить. Да. Нужно изучить вопрос с тем, чтобы интересы потребителя, конечного потребителя, добросовестного потребителя, ни в коей мере не пострадали. Это крайне важно, и мы здесь абсолютно согласны с государством, с государственными органами. То есть эти меры должны быть направлены и будут направлены, я в этом убежден, исключительно на недобросовестных участников рынка. Которые занимаются перепродажей. Которые занимаются перепродажей, да, и не платят в казну соответствующие отчисления. Кстати, вот вы сейчас упомянули о средней такой покупке россиянина. А вообще, какой средний чек? Вы знаете, очень... Заграничного товара. Да, очень хороший вопрос. Мы детально и глубоко изучали эту тему. И есть данные, что очень... Я просто не буду называть названия тех компаний, которые входят в том числе и в нашу ассоциацию. У них там средний чек варьируется в пределах 40-45 долларов. В месяц. В месяц, да. Ну и за покупку. По нашим таким оценкам разбег идет от 45 до 100 долларов. Вот это средний чек. И это на электронику, и на одежду. То есть вот примерно так. Конечно, есть покупатели, которые тратят гораздо большие суммы. Но вы, как вы уже сказали, их меньше. И гораздо меньше, да. Но эти покупатели готовы при превышении лимита заплатить пошлину. Потому что для них главное — это не цена. Не цена является определяющим, а эксклюзивность товара. Ну, скажем, то, что производится не в стране. Популярный смартфон, да. Который... Есть люди, которые хотят купить раньше, чем стартуют продажи в России. Да, они хотят эксклюзивность. И обладать данным товаром раньше других. И для них заплатить пошлину небольшую, да, которая там планируется ввести, не составит какой-то проблемы. И это не ударит по их желанию приобрести этот товар. Друзья мои, я напоминаю наш сайт финанс.фм и страница программы «Парадоксы». И сейчас уже зачитываю первое сообщение оттуда. Что, если товар в нашей стране не производится, а стоит, допустим, 10 тысяч долларов. В этом случае покупателю придется заплатить или придется кому и сколько придется платить? Таможне, ритейлере при покупке, при пересылке, естественно. Вот как вот эта схема 10 тысяч будет действовать? Даже сейчас при покупке свыше тысячи евро необходимо уплачивать таможенную пошлину, да. То есть здесь ничего не изменится. Те, кто покупает за 10 тысяч какой-то эксклюзивный товар, который... Ну или товар, который не производится в Российской Федерации, он и так должен декларировать эту покупку и оформлять соответствующим образом. Я еще вот до того, как мы слышали о том, что нужно опустить порог, поднималась такая тема, как поднять саму пошлину. То есть там до 30% аж. А вот сейчас вот эта мера поднятия пошлина, она будет уже не актуальна, если порог будут опускать? И тогда оставят пошлину. Кстати, сколько она составит для покупок от 150 евро? Насколько нам известно, вопрос о том, какова будет пошлина, обсуждается. Да, есть цифры 10, есть 30, да. Процентов. И на разные категории товаров, наверное, да? Этот вопрос сейчас на стадии обсуждения, но это фискальные власти вырабатывают политику, да, я думаю, что он, ну, по нашим оценкам, не должен быть очень высоким. Друзья мои, к нам присоединяется директор по маркетингу логистической компании «Молком» Полина Винокурова. Добрый день. Здравствуйте. Молком. Молком, отлично, хорошо, что мы уточняем эти ударения и термины. У нас остается не так много времени в первой четверти, поэтому главные, наверное, вопросы мы зададим вам уже после выпуска новостей. Я сейчас еще раз напомню наши координаты, будем говорить так, 65, 10, 99, 6, код города 8495. Позвоните к нам, задайте свои вопросы по поводу последних инициатив, которые направлены на регулирование интернет-торговли. Либо пишите нам на сайт финан.фм, на страничку программы «Парадокс». Второй гость, напоминаю, это Виталий Жигулин, исполнительный директор Ассоциации компаний интернет-торговли. В ближайшие три четверти, в оставшиеся три четверти, мы обсудим то, как будут последние инициативы влиять на крупных игроков и мелких. Естественно, узнаем, как это отразится на потребителях. Ну и посмотрим, как в связи с этим будет чувствовать себя Почта России. Но это оставим на десерт в последний четверт. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем, и у нас уже есть дозвонившийся слушатель Евгений. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. У меня такой вот вопрос. Откуда вообще взялось 40 долларов средний заказ? Я периодически заказываю, не каждый месяц, через месяц. У меня получается где-то 500 долларов. А ну, заказываю одежду из Соединенных Штатов Америки. Почему я должен платить? Заказываю за того, что, грубо говоря, те же сапоги, женские вот эти уги, да? Цена в Штатах 180 долларов плюс доставка 40 долларов. В России минимум 14 тысяч рублей. Вот поэтому люди все через интернет все заказывают. Вот правильно. Почему они понижают? Должны понизить, это 100 долларов. Понял. Евгений, я передаю ваш вопрос нашим гостям, экспертам. Они его и слышали, собственно. Вам спасибо. От себя лишь добавлю, что это средний же чек. Просто люди привыкли по интернету заказывать товар. И заказывают себе все, всякую мелочь, включая ручки и футболки, которые, естественно, не стоят 200 долларов. Полина, давайте, может быть, с вас начнем. Ну, сумма 40 долларов, она получилась, это средняя температура по больнице. Действительно, достаточно много людей заказывают мелкие товары в Китае. Стоимость посылок может быть действительно очень низкая. Причем, когда мы говорим о делении, то есть 40% покупок не превышает этот порог, 150 долларов. А остальные 46% составляют от 150 до 500. Поэтому, наверное, логичнее было бы все-таки Министерство финансов как-то более деликатно подойти к этому уровню. Не резко в 7,6 раз. Да, поскольку, действительно, допустим, ту же посылку отправить из Соединенных Штатов в Россию, даже сконсолидированную, стоит порядка 50-60 долларов. Может быть, чуть больше, если речь идет о экспресс-доставке. Поэтому, покупая на 100-150 долларов, смысла особого нет. Доставка съедает много. Если речь будет идти о сумме 400-500 долларов, вполне адекватно. Тем более, что количество посылок увеличится. Таможня наша опять начнет еще больше страдать от того, что посылки начнутся дробиться и идти большим потоком. Плюс, так же, как обычно у нас бывает, нет механизма, как таможенные органы будут собирать эти пошлины. Как они будут оценивать стоимость этих посылок? Будут скрывать каждую, смотреть. Достаточно просто на консолидационных складах даже те же физические лица. Есть море посредников, которые работают и в Европе, и в Соединенных Штатах. На своих складах консолидируют посылки для физических лиц, собирают их и отправляют сюда, в Россию. Поэтому можно также отрезать лейбл. То есть это даже делается в Европе, в США? Отрезают лейблы? Нет, ну сейчас-то не отрезают. Подменяют отчетность? Сейчас не отрезают, но, скажем так, посылки, которые идут через почту России, они не досматриваются. Досматривается какой-то процент. Выборочно? Выборочно, да. Если вы там заказываете какие-то вещи, там 200-500 долларов, ну до 1000, до лимита, посылка сейчас спокойно идет. Если у таможни вызывают какие-то вопросы, допустим, там 5 одинаковых пар платьев, туфлей, тогда да, это может быть квалифицировано как коммерческая партия. А если по декларации все более-менее прилично, то, собственно, и вопросов нет. Если порог понесется, конечно, люди начнут выкручиваться, появятся те же, там, еще какой-нибудь вид посредников. Начнут отрезать, подменять, делать цену в 10 долларов. С этой точки зрения, наверное, и для таможенных органов, и для простых физических лиц было бы интереснее, если бы ввели какую-то стандартную пошлину или плату за техническую работу таможни по оформлению декларации. То есть из этого источника компенсировать как-то? Безусловно, наши интернет-магазины, они ратуют за введение таких пошлин и налогов, потому что цены в наших магазинах здесь, в России, значительно выше, чем в Соединенных Штатах. Это не 30, не 50 процентов, а иной раз, ну, в несколько раз, то есть 300-500, что, конечно, достаточно странно. У нас есть два слушателя, дозвонившихся. Анатолий, здравствуйте. Добрый день. Да, ваш вопрос или ваше предложение? Я хотел мнение высказать. Я считаю, что представитель ассоциации очень искажает факты и тянет одеяло в сторону российских интернет-магазинов, потому что западные съедают у них существенную долю рынка. И это просто подтасовка фактов. Не может быть средний чек 45 долларов, и нельзя говорить о том, что люди, которые покупают что-то за тысячу долларов, они делают, потому что это вещь престижная. Я могу привести кучу примеров. Например, я покупаю детскую коляску, которая стоит около 800 евро. Я же ее там покупаю не из-за престижности, а потому что в России она на 50 процентов дороже. Но вы рожаете детей, наверное, не каждый год. Да, но тем не менее, любая покупка, которую ты покупаешь, например, одежду, доставка из Европы стоит 60 евро, 120 евро в этих пределах. Так какой смысл снижать стоимость покупки? Ты, наоборот, должен увеличивать ее максимально, чтобы затраты на транспортировку, на единицу продукции у тебя получились дешевле. Поэтому ты себе чек догоняешь до 1000 евро, чтобы тебе в конечном итоге покупка обошлась дешевле. О каких можно говорить 45 долларов или заказ менее 100-200 евро, если доставка только будет стоить половину. Поэтому, в моем понимании, это просто подтасовка в интересах российских интернет-продавцов, у которых цены на самом деле на 50 процентов выше, чем в западных нормальных интернет-магазинах. Спасибо, Анатолий. Наши эксперты кивают головой. И сейчас Виталий хотел бы прокомментировать ваше предложение. Да, я бы хотел развеять вот этот миф. Во-первых, это не наши цифры, это цифры высшей школы экономики, которая провела комплексное масштабное исследование, и цифра взялась именно отсюда. Я также, наверное, не открою секрет, это публичная информация. У нас член нашей ассоциации компания eBay, и по данным этой компании, средний чек у них составляет 45 долларов. Это можно посмотреть в интернете. При том, что eBay не делает рынок, интернет-рынок. Что я еще хотел бы добавить, в части передергивания или в части лоббирования интересов российских игроков. Здесь просто нельзя сравнивать. Российские игроки, крупные компании, они соблюдают российское законодательство, платят налоги, которые в конечном итоге в интересах простых потребителей и граждан, потому что эти деньги идут на пенсии, дороги, зарплаты бюджетникам и так далее. То есть они вносят свой вклад в развитие экономики страны. Надо чуть пошире смотреть не только свои местечковые интересы, что я могу тут сэкономить. Надо смотреть пошире и смотреть, что у нас в стране происходит, какая экономическая ситуация и кто те игроки, которые формируют климат. То есть главная цель все-таки очистка от серых игроков. Очистка от серых игроков, безусловно. И выравнивая конкуренции, безусловно. И второй момент. Текущая ситуация не стимулирует западных игроков что-либо создавать в России. Инфраструктуру, рабочие места. Им гораздо дешевле открыть представительство, перевести сайт на русский язык. И ничего не платя в казну, не создавая в Российской Федерации ничего, я еще раз повторяю, ни рабочих мест, не платя ни копейки. То есть как с машинами было. Раньше было иномарки дешевле перегонять за рубежа, а теперь наше правительство своими запретительными пошлинами заставляет иностранных игроков, иностранных производителей строить заводы в России. Автозаводы. И более того, я скажу, что в России самый высокий в мире беспошлинный порог. То есть все государства в мире защищают своих внутренних игроков. В Европе, я хочу еще раз, может быть, неоднократно это звучало, цифра, 22-25 евро с порог составляет. В Китае, в Бразилии ноль вообще. Вы ничего не везете сюда, в эти страны, не заплатив. Там, где высокий порог, это Австралия, 500 долларов. Там вообще нет местных локальных игроков. Там представлены китайские компании. Поэтому защищать наших отечественных игроков, которые платят здесь налоги, создают нам, вносят свой вклад в экономику, это на самом деле не так плохо. Выравнивать свои конкуренции, наверное, давно пора. Виталий, к нам дозвонился Игорь. Мы сейчас спросим его мнение, а ответим на него, если это будет вопрос, уже после выпуска новостей. Игорь, вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я в эфире или я в новостях? Да, вы в эфире. Вы сейчас, если у вас вопросы, его зададите, а ответим мы на него уже после новостей. Мы вас слушаем. Значит, я тоже заказываю границы периодически, эти вещи, и заказываю, что только когда ребенок рождает. Когда он рождается, он едет и одевается в процессе своей жизни. Мне это дело существенно дешевле. Поэтому 40 долларов или 45 долларов, это совершенно взятая с потолка цифра, подогнанная, и сидеть в эфире и упрямо говорить, что да нет, это высшая школа экономики, это просто глупо, тупо. И нормальные люди все прекрасно понимают. Что касается вопроса, чтобы смотреть шире, в условиях нашей экономики, когда особенно говорится дороги, когда говорится пенсии, это вообще становится смешно. Поэтому, ребят, если хотите как-то интегрироваться куда-то, вы интегрируете. Но за границные пошлины они никогда не несут с тобой чего-то хорошего. Я даю возможность нашим гостям и экспертам ответить на замечания предыдущего дозвонившегося Игоря. Полина, наверное. С Игорем, наверное, можно согласиться частично. Как уже говорили, действительно 40 долларов, это 40% покупок совершается с таким чеком. Еще 45, это от 150 до 500. И, соответственно, все остальное выше или ниже. Мне хотелось бы, точнее, наверное, я соглашусь, что действительно легче консолидировать посылку до большей суммы и сэкономить на доставке, отправить ее в Россию. Но все-таки нужно посмотреть со стороны государства. Оно пытается навести порядок. И не всегда получается так, как нам хочется и как всем угодно. Пока... Со временем развиваться будет. Со временем. Я надеюсь, все-таки наши федеральные власти подумают, внимательно проработают эти вопросы. С точки зрения, как это будет осуществлено технически. И внимательно пересмотрят все вот эти пороги, лимиты. Москва не сразу строилась. И займутся не только трансграничными покупками, которые так всех заволновали, а российскими интернет-магазинами. Потому что эта тема гораздо более широкая. Трансграничные покупки занимают не больше 5% от общего объема торговли розничными товарами в интернете. Поэтому, может, как-то мы сейчас переместим немножко внимание во внутреннюю сферу и посмотрим. В интернете работает более 2000 магазинов, которые делают, так скажем, продают более 10 заказов в день. И только 100 из них осуществляют порядка 1000 заказов ежедневно. То есть надо, наверное, на мой взгляд, наводить порядок на этом рынке в первую очередь. А потом уже постепенно, аккуратно подходить к международным посылкам. Нам написали на сайт Finam.fm, на страничку программы Paradox, вопрос. Будет ли применима пошлина к покупке на аукционе ebay? При покупке новых вещей, например, одежды у частного лица, или при покупке б-ушных вещей? Например, я покупаю 3-4 пластинки 60-х годов суммарно за 200 евро. Ну, то есть новые вещи и бывшие в употреблении вещи, купленные на аукционе ebay. Чем, собственно, и славится эта площадка. Здесь, наверное, то же самое. Так как магазин и 200 евро, та же самая пошлина. Да, действительно, здесь никакой разницы нет. Вот, и я, если позволите, хотя бы вернуться к вопросу, который задал наш слушатель. Я хочу напомнить, что цифра, которая звучит о среднем чеке, да, вы можете посмотреть альтернативные любые другие источники, и вы убедитесь, что эта цифра, она примерно совпадает, да. То есть разброс идет от 45, ну, пускай даже до 200 евро в месяц. То есть вот такой разбег – это основная часть покупок. Даже если вы при рождении маленького ребенка совершаете покупки выше, там, 500, 700 и даже 1000 евро в месяц, то все-таки это вы делаете не каждый месяц в течение долгих лет, да. То есть это какие-то разовые покупки. И здесь заплатить пошлину, которая все равно сделает вашу покупку не столь дорогой, да, не сильно ее стоимость повысит, да, наверное, не составит большой проблемы. При этом я хотел бы пример привести, да, с электроникой. То есть у нас есть, благодаря тому, что наведен порядок был в этой сфере, у нас сейчас, например, есть крупная бытовая техника, которая производится и собирается в России, да. То есть именно меры государства привели к тому, что крупные игроки локализовали здесь производство свое, создали рабочие места, и эти все товары приобретаются внутри России, да, мировые бренды. А когда это было, если вот проводить параллели с интернет-магазинами? Ну, этот порядок был наведен не так давно, то есть это последние, там, 5-7 лет. То есть ситуация как до этого решалась? Так же все ввозилось, да, из-за рубежа. Сейчас вот крупная бытовая техника, она практически, там, основная часть, там, 90% производится и собирается в России, да. То есть компании здесь локализовали свое производство, инвестировали в российскую экономику, и все прекрасно работает, да. То, что заказывается сейчас из-за рубежа, это небольшая бытовая техника, электроника, смартфоны и так далее. То есть здесь все-таки нужно смотреть шире. И оценки все-таки таковы, что те люди, которые могут себе позволить покупки каждый месяц, каждый месяц, хочу подчеркнуть, да, если у вас там семья, 2-3 человека, вы можете, как бы, делать заказы на членов семьи, 1000 евро, да. А те, кто может, наверное, они могут заплатить какую-то пошлину в доход государства, и как это кому-то, может быть, странно кажется, да, но все равно у нас бюджет, из бюджета выплачиваются те же зарплаты бюджетникам и пенсионерам. Пускай у нас пенсии действительно маленькие, но из чего-то они должны выплачиваться, да. Кто-то, белые игроки, крупные игроки формируют это и вносят свой вклад. Если мы не наведем порядок, мы всегда будем жить вот в той экономической ситуации, в которой, наверное, всем не хочется жить. Вот еще один слушатель или клиент, возможно, написал на сайте финанс.фм, на страничку программы «Парадокс». «Я лучше оформлю покупку на друзей, живущих там, и получу от них частную посылку, а не покупку». Это, так понимаю, как мера обхождения вообще каких-либо пошлин. Здесь мы не строим иллюзий, да, найдутся недобросовестные участники рынка, которые будут придумывать различные схемы. И, с другой стороны, если человек делает покупку для себя, для собственных нужд, здесь никакой нет проблемы. Мы говорим о том, что есть канал, целый канал создан, когда недобросовестные участники рынка это делают, вот собирают 100 человек, оформляют покупки на подставных лиц или больше, да, и делают бизнес на этом. Вообще, работает как механизм, как duty-free, да, вообще не платя ничего. И продают тем же нашим потребителям, но уже по другой цене. Вот на это направлена мера, я хочу это еще раз подчеркнуть. Полина, вот среди клиентов Малком, IBM, Volvo, Vimpel.com, то есть такие гиганты, понятно, что по ним ужесточение розницы не ударит. Или все-таки как это отразится? Ну, поскольку компании работают здесь, в России, имеют складские запасы на территории Московской области, то есть дистрибуция происходит на территории Российской Федерации, наверное, по ним это не ударит, поскольку они все белые и завозят, естественно, оплачивая все налоги, таможенные, пошлины. Речь вот, наверное... А какие категории товаров? То есть они близко связаны с бизнесом или это может быть абсолютно различные вещи? Ну, если речь идет о товаров, которые хранятся у нас, ну, это абсолютно разные товары народного потребления, одежда, обувь, электроника, бытовая техника. Весь пектор. Весь пектор, да. Мне кажется, если мы говорим вот о трансграничных покупках, возвращаясь к этой теме, то да, действительно, есть недобросовестные мелкие предприниматели, которые пытаются таким образом поставлять партии товаров на территорию Российской Федерации, но чаще, если мы говорим о каких-то масштабных, более масштабном бизнесе, то там все поставлено на поток, ни для кого не секрет. Прозрачно. Да. Что существуют серые, черные таможенные схемы, по которым из Китая везется море вещей, которые реализуются на рынках. И мне кажется, надо вот этому больше внимания уделять, нежели вот небольшому сегменту международных посылок частных лиц. Как вы сказали, 5% не больше. Да, 5% не больше. В общем, ничего государство, наверное, не выиграет. Виталий, а вот вопрос, я Полине задал по категориям товаров. А у нас что, вот наши слушатели рассказали про товары для детей. Один слушатель заказывает пластинки из-за рубежа 70-х годов. Речь идет, наверное, о виниле. А вообще, какие самые популярные категории? Ну, бытовку уже нет, наверное, смысла, да, кроме смартфонов. Одежда, обувь. Ну, да, разделить на две части. Да, это одежда, покупатели одежды. И там средний человек даже повыше, чем электроники. И электроника — это мелкая, мелкая какая-то бытовая. Это телефоны, смартфоны, какие-то гаджеты, фотоаппараты, объективы для фотоаппаратов. То есть такие небольшие устройства. Какие-то комплектующие, да. Есть еще большой сегмент автозапчасти, которые либо не производятся у нас на территории, либо... Хочет человек оригинальную вещь из настоящего завода. Оригинальную, подешевле из Японии. Это, конечно, получать всегда приятно. Вот. Ну, конечно, первое место — это одежда, обувь и товары для детей. В последние несколько лет рынок вырос значительно и продолжает расти, поскольку все-таки детские вещи в России стоят на порядок дороже, чем в той же Европе. И, естественно, поскольку их надо много, и постоянно ребенок растет, особенно в первый год своей жизни. Но, опять же, дело еще привычки родителей. Если они привыкли все реализовывать, все потребности ребенка через интернет, то их уже, конечно, не отговорить. Да, это, конечно, очень удобно. Да-да. Если вы затронули тему товаров для детей, покупаемых за рубежом, я здесь должен сказать о том, что, покупая своему ребенку что-либо за границей, вы не должны быть уверены, вы не можете быть уверены в том, что эта продукция безопасна. Потому что, если она ввозится легально на территорию Российской Федерации, она проходит всю соответствующую процедуру сертификации, соответствие требованиям российского законодательства, и Роспотребнадзора, естественно, да. То здесь, как бы, заказывая подешевле в Китае, не факт, что эта медаль не может иметь обратную сторону, которая неизвестна как. То есть гарантий никаких нет, никто вам ничего не дает. А с учетом того, как работает Почта Россия, пока вы купите этот костюмчик для ребенка... Ребенок вырастет. Нам позвонил Вадим. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Ну, вот у меня есть такое мнение, что... Ну, если по поводу интернет-торговли, да, вот у вас товары... Да-да-да. Ну, это как бы еще один налог на физических лиц. Еще один. Из, ну, многих, которые сейчас придумывают. Это как в Прайде, да, вот есть 10 львов, и есть там тысячи буйволов, бизонов. Разделяй власть. Сейчас такая ситуация, если так... Вот я так думаю, много-много налогов будет очень. Понял. Понял. Спасибо большое, Вадим. Это одна искатель. Угу. Ну, я не знаю, здесь, наверное, все-таки... Спасибо большое, Вадим. Я от себя добавлю, что речь-то идет у нас о очищении отрасли и подведении под стандарты. И напоминаю вам, что Виталий рассказал, да и вы можете найти этому подтверждение в открытых источниках, что тысячи евро только в России действуют. Совершенно верно. Даже в той же Австралии, которая самая льготная, и тут там 500, а везде это ниже, ниже. 20 евро, 0 евро. И так далее. Совершенно верно. Здесь, конечно, нужно учитывать и все остальные стороны нашей жизни. Все-таки в европейских странах уровень жизни выше, несмотря на то, что у них рецессия, и кредиты на жилье значительно дешевле. Я так думаю, что нам нужно стремиться не только в части увеличения налогообложения, но и по другим направлениям. Сравнивая. Ну, корректно. Просто... На сайт финам.фм на странице программы «Парадокс» пришло очередное письмо. Обратите, пожалуйста, внимание на требуемые с получателя документы для таможенной очистки сверх тысячи. Честно говоря, не могу разобраться. Может быть, вы уловили в этом какую-то связь? Ну, связь, я думаю... Здесь речь идет о том, что в данный момент, на сегодняшний день, есть проблема с определением стоимости, как вот моя коллега уже сказала. А, ну то, что все срезается и переписывается. Вообще, в принципе, контроль и понимание у игроков нету, да? Какие идут... Какая стоимость тех посылок, которые идут из-за рубежа? Это очень такая... Трудно-трудно понимаемая сфера, да? Трудно оцениваемая. И если здесь государство придумает механизм, разработает механизм, который позволит четко определять эту стоимость довольно просто и корректно, это будет очень верный шаг. А вторая часть, которую я, может быть, в развитии этого вопроса хотел сказать, что необходимо, конечно, сделать упрощенный порядок оплаты пошлин для тех, кто превышает этот порог, который будет снижен, да? Ну или, как говорил Полина, в начале. Чтобы он был необрелительным, да. В начале цепочки, в первом этапе цепочки. У нас выпуск новостей, через полторы минуты мы продолжим. Пройдемся по почте России. Мы продолжаем обсуждать вопросы и рассуждать на тему интернет-торговли, ее мутации или развития. Затронули тему логистики, обсудили курьеров, посылки, но мало поговорили о том, кто очень сильно с этим связан. Это Почта России. Как она будет справляться с учетом ее же возрастающих проблем, если будут дробить посылки? Перспективы курьеров и логистов с учетом проблем в Почте России и вообще в связи с этими вопросами. Полина, как есть у вас на это мнение? В Почте России, с одной стороны, конечно, все это не на руку. С одной стороны. Поскольку, если, как наши слушатели звонят и говорят, что у них посыл сумма посылки превышает и что им это все неинтересно и не нужно, то на первый взгляд кажется, что поток уменьшится. Нет, поток не уменьшится, он возрастет, как вы сказали, посылки будут дробиться. Лишняя работа. С другой стороны, Почта России зарабатывает на этом деньги, поэтому, наверное, ей это будет хорошо и выгодно. Нам дозвонился Юрий. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Вы в эфире? Да, я вот хотел бы поделиться опытом покупки в иностранных интернет-магазинах и России. Так. Да, буквально, ну, я этим более-менее пользуюсь. Но первое, я, если честно, хоть это мне и невыгодно, идею платить в Почту, но поддерживаю. Я из них, которые покупают за рубежом. По одной простой причине, что в противном случае там российские продавцы или интернет-магазины, в частности, которые хоть какое-то платят МДС и таможенную Почту, но понятно, что там идет вынижение цены, что весь этот рынок, известно, как устроен. Я имею в виду одежду и опыт. Но там хоть кто-то платит. Вот. То есть здесь покупатель, вот я, например, не платит ничего. Вот. Второе. Вот я купил, заказал, вернее, пять рубашек в Англии, ну, там, в одном из авторитетных магазинов на очень, на самой авторитетной улице, наверное, знаете, да? Вот. Алло. Да-да-да, я слушаю. Я бы пытался подположить, Даунин-стрит, что ли? Нет, Фернин-стрит. Ну, не суть важна. Вот. Важно то, что мне из пяти рубашек прислали две. Вот. Из этих двух одна была не того размера, которую я заказал. Вот. При этом эта фирма существует там в 1800 какого-то года. Со времен Вильяма Текирея, наверное. Да. При этом никакие жалобы на хелпдеск никак не проходили. Чего мне стоило найти там хоть кого-то куда-то позвонить мне, хоть кто-то пытаться выяснить. И еще посылку я сдал два месяца. Вот. Ну, правда, потом они мне повторно бесплатно отправили то, что мне нужно. Вот. Деньги вернули, но все это заняло очень. Ну, а садок остался, понятно. Да, садок, конечно. Ну, с другой стороны, понимаете, я купил рубашку, ну, рубашки, с контактами обошлись и рубли. Аналог. Причем это... Все равно дешевле, да? Я правильно понял ваш посыл, Юрий? Так бы они 500 стоили, если бы вы покупали в дешевом магазине. Я просто дорогой покупал. А здесь у нас получается такого же качества. Рубашки стоят 8-10 тысяч. Понятно. То есть все равно, несмотря на увеличение пошлины, все равно будет дешевле заказывать за рубежом. Да, я бы с удовольствием заказал, заплатил бы пошлину и НДС, если только бы мне дали какую-нибудь возможность, например, не знаю, через интернет это оплатить, а никуда не ехать, ничего там не заполнять, ГТД, и прочее. Спасибо большое, Юрий. Вы, кстати, вскрыли очень важные проблемы. Варианты доставки, возврат покупок, запрещенные разрешенные товары, хищение, пропажа, проверки качества, возврат денег. Вот на эти вопросы готовы наше правительство ответить. И компании готовы с этим сталкиваться? Компании, безусловно, пытаются наращивать спектр своих услуг, в том числе, что касаемо экспресс-доставки и по России, и за рубежа. Работает уже какое-то количество компаний несколько лет, и некоторые из них даже выходят, ну, допустим, Россия им все равно, конечно, далеко по числу представительств на территории России, но так или иначе крупные города они охватывают и работают неплохо. То есть тут уже вполне себе полноценные конкуренты Почты России? Ну, не в полной мере, поскольку 30 тысяч... Ну, пенсии бабушкам они не выплачивают. Не знаю, можно ли озвучивать название этих компаний, курьерских служб, ну, они есть. Единственное, в последнее время, конечно, когда люди заказывают посылки, что-то из-за рубежа, документы на оформление этих посылок приходится физическим лицам предоставлять гораздо больше, там, в каких-то случаях, и чеки, и самостоятельно заполнять декларации, это, конечно, не очень удобно. Ну, вот. Никита дозвонился. Здравствуйте, Никита, вы в эфире. Случилось, что работал долгое время налоговым юристом, по этому поводу хотел бы две ремарки по теме сегодняшней программы. Первое. То, что когда государство преследует цель собрать дополнительных денег, давайте не будем строить иллюзию, что оно собирается что-то где-то ввести порядок. Потому что любая задача любого налога это, в первую очередь, пополнение бюджета. А какие дополнительные последствия появятся, это уже второй вопрос. И будут ли они положительными или отрицательными, это всегда будет вопрос. Во-вторых, по теме предыдущего выступающего мне очень понравился свой подход. Да, там прислали пять рубашек, из них три не те. Это заняло какое-то время. Вот в связи вопрос. А он готов был бы потратить еще дополнительное время на то, чтобы заявить на возврат таможенной пошлины? Ну, да или нет? Думаю, что нет. И заниматься сбором бумажек с тем, чтобы потом получить возврат таможенной пошлины по товарам, которые ему не подошли. Ну, это отдельная какая-то процедура, которая займет на него еще дополнительное время. Третье. Вот. Это вы как бывший сотрудник налоговой службы рассказываете. Я нигде не говорил, что сотрудник налоговой службы налоговым адвокатом отработал и в правительстве отработал достаточно долго. А, понял. Спасибо. Разрабатывая налоговую реформу, да? Вот. И третье, третья большая ремарка о том, что до тех пор, пока не будет разработано, а это будет основным камнем предупновения, прозрачная, внятная, адекватная процедура уплаты, мы получим не только увеличение работы для, в том числе для таможенных служб. Я просто технически даже не понимаю, как это предполагается. Вот пришли мне вчера, например, я не знаю, ну, те же пластинки, да, из Франции. Вот они лежат на таможне упакованные. Дальше что происходит? Я поднимаю свою пятую точку от кресла, должен в рабочее время доехать до таможенной службы, заполнить таможенную декларацию, уплатить все это, и поехать обратно. То есть мы тратим время таможенников на то, чтобы это оформить, мое время на то, чтобы это оформить, чтобы мы получили глобальный бюджет плюс 5-10 евро. А имеет смысл говорить об этих суммах в условиях этого администрирования или нет? Очевидно, что нет. Ну, то есть мы тратим больше денег на то, чтобы эту систему создать, заставить ее функционировать, в том числе на то, чтобы создать базу данных по таможенной стоимости товаров в Азимах, говорим о какой-то непонятной абсолютно системе сертификации продукции, которой де-факто в России нет. Понял вас, Никита. Да. Ну, да. Простите, что так может быть категорично, но как-то... Понятно. Спасибо. У нас остаются три минуты как раз для того, чтобы подвести итог и прокомментировать вот эту проблему. Мне кажется, Москва, опять же, не сразу строилась, все развивается. Да, на самом деле затронуты очень две важные такие составляющие, которые затронул предыдущий наш дозвонившийся служитель. Во-первых, то, что сдерживает, да, это все-таки риски при возврате обмене товара при покупке в зарубежном интернет-магазине. Риски связаны с возвратом денег. Если появится еще и такая необходимость вернуть пошлины, да, то здесь еще более сложная получается схема. Поэтому это то, что отпугивает, да, покупателей от трансграничных покупок. А вторая важная тема, которая затронута. И в этой связи, возвращаясь к первой теме, да, российские компании здесь могут обеспечить и гарантии возврата, и возврата средств, это обмена товаров и так далее. Здесь конкуренция более, здесь все-таки российские игроки гораздо более эффективны. А вторая часть, это то, о чем говорит наша ассоциация, и есть по нашим оценкам такая же поддержка у госорганов, да, упрощенный порядок и эффективное администрирование уплаты таможенных пошин физическими лицами, те, которые превышают этот порог. Действительно, он должен быть очень простым, очень быстрым, может быть, с помощью информационных технологий, да, на сайте, онлайн, человек должен быстро и комфортно оплачивать это, стоимость должна ненамного возрастать при этом и так далее. То есть, вот эти все нюансы, они сейчас в процессе разработки, я уверен, что, я вас готов заверить, да, что все думают об интересах потребителей, это действительно так. И это звучит с разных трибун, и никто, никто не думает только о пополнении бюджета, поверьте мне, если бы думали только о том, как наполнить бюджет, даже этой дискуссии бы не было. Уже завтра, не дожидаясь нового года, уже, уже бы снизили на 50 долларов и все, и было как в Европе, до 25. Полина, а ваше резюме? Ну, у нас полминутки. Безусловно, государство все-таки в некоторых вопросах пытается идти навстречу нам, гражданам, и, ну, нельзя категорично сказать, что все, что не делается, все делается для пополнения бюджета. Все, что не делается, все к худшему. Да, 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 пытается так или иначе навести порядок. Наверное, это хорошо, где-то нам придется расстроиться и жить дальше, а где-то, может быть, появятся позитивные изменения. Добавить копеечку и получить все-таки свой товар. Да. Не три рубашки из пяти. А потом все-таки тот задел, который оставляют российские магазины, там, 300-500 процентов, которые они накручивают, сверх того, что есть за рубежом, ну, заплатить 20-30 процентов пошлин, наверное, да, мы будем в состоянии, все равно будет это оставаться выгодно. В этом вывод и главный парадокс нашей программы в том, что после повышения пошлин все равно заказывать за рубежом будет выгодно. Всех с наступающим годом, с Новым годом и до свидания. Спасибо вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok